приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 23 апреля магический вторник ни за что не отдавайте это из дома иначе вы потеряете богополучие сегодняшнее видео если узнаете день проходящий под властью 15-х уных суток окажется довольно непростым его энергетика хотя и обладает нейтральными свойствами является плохо управляемый поэтому потребует от вас продуманности уверенности в себе решительности чтобы этот период прошел позитивно не позволяйте негативным чертам характера проявить себя подавляйте деструктивные порывы против на случай они обернутся неприятными последствиями энергетика скорпиона прийти шаху на этот период слегка смягчают резкую энергетику 15 стихонных суток дарил равновешенность и спокойствие однако это состояние нельзя назвать стабильным или простым поскольку бушующие эмоции в любой момент могут вырваться наружу становясь причиной срыва чтобы этого не произошло важно контролировать свои ощущения избегать провокации искушений в этом вам помогут различные духовные практики дыхательные упражнения и умение отличиться от сложностей поддержать неустойчивый баланс и сохранить гармонию помогут занятия творчеством любимое влечение общение с людьми которые вам дороги стихия дня холодный жестокий металл поддающийся лишь тем кто твердо знает чего именно хочет и готов достигать поставленных целей сегодня вы можете примерить роль кузнеца своего счастья создавая то что необходимо именно вам результат будет зависеть только от вас поэтому проявите максимум усердия и не теряйте веру себя в эту пару нейтральная энергетика этого периода дарит множество возможностей открывая перед вами полную свободу выбора вы можете выбрать любой путь но отвечать за совершенные промахи также придется самостоятельно поэтому взвешивайте каждое свое решение приближающиеся полнолуние значительно усиливать энергетическую мощь дня способствует перепаду настроений и лишая вас хрупкого равновесия который дарит знак скорпиона справиться с этими потоками под силу далеко не каждому однако вы можете прийти это время позитивно использовать для себя если уделите должное внимание самодуховному развитию и сумеете усмирить негативные эмоции сегодня под запретом любые конфликты споры с окружающими необдуманные действия рискованные поступки развивайте свои положительные качества приходите на помощь окружающим совершайте благие дела достойной награды за вашу выдержку станет успех во всех начинаниях и улучшение взаимоотношений с близкими луна советует мощная энергетика дня не позволяет сидеть на месте однако к делам сегодня следует подходить с осторожностью начинать что-либо новое не стоит так как вероятность потерять крах крайне велика также не стоит убраться за важные задачи особенно если вы не чувствуете уверенности что сумеете довести начатое до конца займитесь ранее начатыми проектами действуйте соответствии с оставленными ранее планами не отступает них ни на шаг общение с партнерами также лучше сократить до минимума непредсказуемой энергии дня могут стать причиной недопонимания конфликтов но это предупреждение не относится к людям искусства научного работника если вы работаете в одной из этих сфер день пройдет удачно и без особых сложностей поэтому не бойтесь проявить себя денежная удача сегодня капризная переменчива поэтому откажитесь от любых финансовых операций даже если они были запланированы поход по магазину также нежелателен техника приобретенной пятнадцатого на сутки будет постоянно ломаться а одежда даже самые качественные быстро придет неугодность даже возврат ранее одолжены суммы денег лучше осуществить накануне чтобы не лишить себя удачи позвольте самотел отдохнуть от различных косметических манипуляций спортивных нагрузок ограничившись необходимым минимумом отложите на другой день хирургические вмешательства если они не являются срочными взаимоотношения со второй половинкой могут обернуться конфликтами на ровном месте ссорами скандалами поэтому чтобы снизить риск ухудшения отношений проведите хотя бы часть дня в одиночестве чтобы собраться с мыслями и не допускайте вспыльчивости о романтических знакомствах не может быть и речи отношения начаты сегодня очень быстро сойдут на планет день неплох для отдыха но постарайтесь ограничить общение с самыми близкими людьми активное времяпровождение приветствуется но только если вы испытываете желание выплеснуть накопившись энергии слабость усталость и вялость являются поводом для более спокойного досуга такого как чтение книг или вышивания но избегайте линий и бездействия пассивность не поможет вам расслабиться и отдохнуть приближающийся полнование наделяет это день особенной мощью позволяющий добиться успехов любых магических практиках высвобождающаяся энергия растущей луны позволит вам достичь поставленных целей реализовать имеющийся потенциал но будьте предельно осторожны и не прибегайте к магии без особой необходимости так как результат может оказаться отличным от ожидаемого привлекаем изобилие это простой ритуал поможет вам улучшить финансовое положение и привлечь удачу вам понадобится чай с мятой заварить его по всем правилам налейте самую красивую кружку какая найдется в доме после чего возьмите в руки трижды скажите чай наливаю изобилие привлекаю как чаинок в чайнике не счесть и в моем кармане денег отныне не сосчитать бедности мне отныне не знать истина после каждого прочтения заговора делайте погладку затем представьте будущее наполненное процветанием и сохраняя эту картинку воображение медленно выпейте напиток результат от ритуала вы увидите самое ближайшее время чтобы удача во всем сопутствовала вечером перед тем как отправиться спать насыпьте небольшую тарелочку немного соли поставьте ровно центр стола поставьте вокруг четыре зажженные свечи затем скажите соль бела чиста ты жизнь мою отбили очисти от бед и невзгод защити радостью дом наполни удачу и счастье привлеки тело и душу мои укрепи пусть и мои дела спориться быть посему говорим три раза дождитесь когда свечи догорят после чего отправляйтесь спать оставив соль и ангарки на столе на утро выбросьте соляные кристаллы на землю неподалеку от дома а остатки свечи унесите подальше от дома все чтобы исполнилось ваше желание в любое время дня выйдите на улицу далее встаньте на открытом пространстве почувствуйте природную силу ветра затем не громко или мысленно скажите ветер могучий ты по свету гуляешь везде бываешь никаких преград не знаешь желание людские собираешь и исполняешь ты и меня не обдели мою мечту жизнь во плоти пусть скажите чего именно вы хотите тебя искренне благодарю подарок тебе дарю когда закончили говорить повяжите на ближайшее дерево красивую ленту завяжите на самый простой узелок после чего можете возвращаться домой скором времени вашу жизнь придут позитивные перемены по народным приметам в этой день отмечают день терентия люди родившиеся 23 апреля наделены уникальным даром убеждений если есть что-то в чем они твердо уверены то нет сомнений что окружающих не станут усомняться в истинности этих убеждений также рождены в этот день практичны и последовательны обладают предприимчивостью деловой этикой умеют вовремя убрать лишние эмоции и четко выполнить свою работу окружающие тянутся к ним считая что могут многому научиться у таких людей и обрести хорошего друга в их лице талисман для рожденных в этот день корунт большое внимание в этот день было уделено солнце считалось что по утреннему восходу можно судить об урожайности хлебов если солнце было окружено туманной дымкой то наши предки радовались и ожидали знатный урожай а если небо было ясно солнце хорошо отчерта нам то наоборот поскольку снега к этому времени превращались в жижу а ручьи текли по всем дорогам образуя бездорожье отправляться в путь было опасно выезжали лишь по неотложным делам женщины в этот день занимались любовной магии во-первых наводили порядок спальне перестилали белье и мыли полы также зажигали красную или розовую свечку на любовное притяжение и страсть между собой и мужем если в семье были ссоры и недопонимания то делали специально ритуал на хорошие отношения 23 апреля брали емкость любой крупой мешали ее и говорили крупинка крупинки капля капли как все в каше соединяется так и мы в мире воссоединяемся любые ссоры и сгоним долой будет в доме мир и покой истина говорили один раз дали из этой крупы и молока варили кашу каждый член семьи обязательно съедал свою порцию за обедом кашу доедали полностью остатков быть не должно сны в этот день вещами не считаются редко реализуются в реальности но если сон очень приятный и хочется чтобы увиденное сбылось то не нужно о нем никому говорить а после пробуждения сказать что вас не увидела то себе забрала в этот день нельзя отдавать из дома никакие вещи иначе ваша удача и богополучие навсегда покинут ваш дом и по традиции перед сном как обычно один раз повторяем такие слова я наслаждаюсь чудесными моментами своей жизни вот говорим один раз и вы посмотрите что в вашей жизни будет все прекрасно